Баллоны не привозные, а компрессор будет выделять теперь кислород, а баллоны привозится не. Инженер-строитель детской областной больницы Сергей Малый показывает в чертежах, как будет выглядеть обновленная станция генерирования и подачи кислорода. Да, пока это лишь цветные схемы, однако совсем скоро они воплотятся в очень нужные для Брестка учреждения здравоохранения объекты, реализовывать которые медики областного центра будут совместно с польскими коллегами. Речь идет о грантовой поддержке в рамках трансграничного сотрудничества. Благодаря возможности участвовать в проектах трансграничного сотрудничества, которые на сегодняшний день есть, больница получила возможность несколько, да я думаю, значительно улучшить наш материальный фонд путем преобразования старой методики подачи газа в кислород на новую. То есть это уже будет не баллонная система, это будет система концентраторов кислорода, которая однозначно, конечно, и упростит работу, и обезопасит. Первая рабочая встреча получилась конструктивной. Польским коллегам продемонстрировали возможности Брестской детской областной больницы. Показан и объект, требующий модернизации. Кроме системы распределения кислорода, в рамках проекта будет произведен ремонт помещения, где разместится станция, а также созданы дополнительные палаты для палеотивной помощи. Больница в Лосицах сможет приобрести в рамках грантовой поддержки оборудование для ранней диагностики, новообразования и болезней сердца. Рабочие встречи, которые, к слову, запланированы четыре, помогут двум учреждениям здравоохранения наладить сотрудничество по отдельным вопросам. Нам очень приятно, что в рамках программы мы сотрудничаем именно с Брестской детской областной больницей. Здесь есть что посмотреть. Всегда будем рады видеть и наших белорусских коллег у нас для обмена опытом в Польше. Больше 30 тысяч юных пациентов проходят через стены Брестской детской областной больницы ежегодно. 10 самостоятельных отделений, травматологический пункт и операционный блок. Консультативная поликлиника готова оказать помощь юным пациентам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Востребованность медицинского учреждения в области стала основанием для принятия решения строительства дополнительного корпуса. Работы уже ведутся. Таким образом, развитие материальной базы учреждения позволит расширить доступ к медицинской помощи и повысит качество оказываемых услуг для населения.